Всем привет, с вами Индумер, ну что, продолжим пожалуй Hero's Tales, 10 уровень, сегодня у нас Мудрун, Мадран и первый, первый действительно большой уровень в этом мегаладе из тех, что мы пока что видели, там 300 с чем-то монстров, поэтому наконец-то мы посидим и в него действительно поиграем, надеюсь то, что это не обман, чтобы набрать классы и видео будут идти дольше, чем 15 минут, но давайте поехали, поехали посмотрим, посмотрим, узнаем, ну что ж, Мудрун, я правда не помню, кто сделал, по-моему сделал его Нил, 322 монстр, два секрета и вот это уже заявка, мне очень нравится стартовый вот этот вот экран, музыка какая-то интересная, давайте сделаем чуть-чуть погромче, вот так хорошо, интересно откуда эта композиция вообще, что-то смутно знакомое, навевает какие-то воспоминания, но к сожалению не помню, что именно, выглядит все очень красивенько, под открытым небом куча огней, горящая земля и безмерное количество трупов, думгаев, шатганеров, куча патронов опять же лежит, не думаю, что я захочу сюда возвращаться, поэтому соберу до сотки и пойдем, наступить в круг огня я к сожалению не могу, поэтому, поэтому только любоваться и остается, ну что ж, пошли, Мудрун, но не от Мудрын, что кстати было бы ожидаемо, и кажется, что это опять будет какой-то городской заход или по крайней мере что-то вроде этого, пока что преимущественно городские уровни идут Hero's Tales, практически наверное все, я вот просто толково не помню, но были какие-то вроде, какие-то пещерно-адские заходы, разок были, какой-то каньон или что-то типа этого, пятый вроде был уровень, по-моему пятый, но все остальные вроде как были городскими, ну или что-то по типу этого, и прошлый уровень от Арчи назывался разрушенный город, и он там едва ли кстати был разрушенным вообще, там только под самый конец виднелись какие-то обломки камней, какие-то разрушенные здания или что-то типа этого, то здесь это видится практически сразу, хоть название этого уровня не разрушенный город, но вот этот город реально разрушенный, всюду огонь, всюду все горит, всюду валяются вот эти булыжники, булдыганы, рафлан булдыги и все такое, ну и конечно монстры набегают, по мне вот этот уровень стоило называть, как же тот уровень правильно назывался, я забыл, Брокен Сити или что-то короче подобное, в общем разрушенный город это именно вот этот, как-то на F назывался, но я что-то уже запамятил, если честно, вот этот, вот этот уровень больше похож, ну мудран это значит бег по грязи получается, значит под грязью видимо подразумевается гора вот этих трупов, которая и без моего участия здесь была навалена, а я буду видимо раскидывать еще больше, примечательно то, что сразу идут такие монстры, как Арахно, Троны, Манкубуса, а у меня только одна старая добрая сабля, с которой я прорубаю себе путь сквозь них всех, пулеметчик упал бесплатный, с собой пулемет он не захватил, оставил он наверху, это очень-очень обидно, ССГ вряд ли мне тоже дадут скоро, пробраться по вот этой грязи, по вот этим булдыганам я не могу, и пока что мне нравится, мне реально импонирует этот заход, нет это реально прикольно, вот это реально похоже на какой-то, ну не то чтобы городской, но около городской бой, как по мне вот таким должен был быть Саберпс, окей, 16 уровень второго дума, вот это похоже на Саберпс, какой-то пригород, что-то вот налетели, набежали монстры, все разрушили и все такое, вот вайп какой-то вот этот, но в то же время создается ощущение позиционной битвы, так или иначе, а вот ССГ лежит довольно быстро, я думаю дадут где-то в середине уровня только, но вот, посчастливилось найти пораньше, опять же, старые добрые, то ли какие-то квартиры, то ли какие-то офисы, какие-то помещения, которые 100 любит RNG, ну ладно, с двустволкой у меня можно переключаться смело на нее и идти вперед, нравится мне, что уровень раскрывается вот так вот потихоньку, ох, сколько там ипов, так, ну вот то, что ипов очень много, на самом деле меня не сильно радует, потому что я только что обрадовался тому, что 300 монстров на уровне, заявка на то, что и уровень будет долгий, но не тут-то было, не тут-то было, вообще по поводу длины уровней, я не то чтобы сильно переживаю, касательно того, что в Heroes Tales такие короткие уровни, во-первых, это спидмаппинги, во-вторых, пускай, короткие уровни, окей, да, кто-то скажет, что видосы там по 10, 12, 15 минут не камильфо, может быть, соглашусь, иногда хочется поиграть подольше, посмотреть побольше и все такое, но здесь, конечно же, вопрос крайностей, знаете, у меня есть такое подозрение, что я больше вообще никогда не хочу брать уровни под запись, которые без... неимоверно долгие, которые проходятся полтора-два часа, имеют там киллкаунтеры полторы, две тысячи монстров и всякое такое, вот реально, мне кажется, то, что я бы хотел вот этого на канале под запись видеть как можно меньше и больше видеть на стримах, то есть мне кажется, то, что стримы больше подходят под такой формат, потому что абсолютно очевидно, что во время прохождения таких уровней на стримах мы с вами еще при этом и общаемся, какие-то темы обсуждаем и все такое, в то время как, когда я все это делаю под запись, я, значит, игрок сольной партии, то есть я что-то придумываю, что-то выдумываю, сижу сам с собой, тихо-тихо я веду беседу, или как там говорилось, и это намного труднее, намного сложнее, учитывая, что все это я делаю одним тейком, я не беру, записываю часть уровня, потом беру паузу, там, перерыв, два часа возвращаюсь к этому, нет, мне кажется, что это плохой подход, и так делать не стоит, так или иначе, поэтому, да и просто в целом, если честно, придушили тяжелые вот такие длинные уровни, в том числе еще и хардкорные, нифига себе, синий ключ как высоко лежит, далеко глядит, а дадут ли? Должны, по идее? Нет, висит груша, нельзя скушать, что-то сегодня прям пословица, и каламбуры прямо так и прут, как будто я муд, ладно, в общем, не могу, откуда-то с другой сторонки нужно зайти, поэтому, ребята, я взываю к вам, постарайтесь, пожалуйста, не присылать больших, тягомотных, долгих, суровых, тяжелых, крутых, образцовых уровней, под запись, конечно же, пожалейте бедного, старого блогера, ютубера, и давайте мы такие вещи будем, приятно, стримы, потому что, ну, под запись, ох, как тяжело это дается, какая глубокая, глубокая вот эта расселена, тем не менее, я могу заглянуть внутрь, увидеть то, что это действительно расселенно, никакой лавы, там ничего такого нет внутри, и все это благодаря маус-луку, спасибо, Джезедум, за то, что я играю на тебе, со включенным маус-луком, ладно, что-то надо выдумывать, ключик как-то надо брать, и слушайте, вот реально классно, имплементировано вот это, это действительно здание, в которых я бегаю, заваленное землей, то есть действительно какие-то обрушения, какие-то катастрофы происходили здесь, и я просто в некоторые части уровня не могу попасть из-за этого, потому что все, все завалено камнями, все завалено грязью, или чем бы там ни было, землей, и это прикольно, понятно то, что это элемент левел-дизайна, игроку просто не дают пройти туда, куда он хочет, но в какой-то степени, в какой-то мере, это ощущается как, как какая-то дополнительная, дополнительный полет фантазии, не столько маппера, сколько самого игрока, потому что, ну реально, кажется то, что ну вот, я могу туда пройти, я даже вижу вот эту область, даже вижу, что она игровая, там например валяется какая-нибудь аптечка, но я не могу, потому что мне мешают вот эти вот земляные насыпи, если бы не одни, то я бы обязательно прошел, вот однажды, возможно я когда-нибудь это и сделаю, вот это прикольное ощущение, прикольный вайп, не сказать то, что часто я его встречаю в думских уровнях, но вот здесь вот игра от автора вот с этим разрушенным, разрушенной частью уровня, которая из-за того, что она разрушена, не позволяет мне пройти дальше, исполнена очень удачно, очень хорошо вот это здесь сделано, и действительно образцово, есть только одна беда, я не понимаю куда идти, всюду, куда я не ткнусь, вот эти вот куски земли, и в общем-то все, вон там монстры, вон там синие шарики, все на свете там есть, однако как туда попасть, я пока что не знаю, ну надо как-то попытаться узнать, все закрыто, тем не менее, никуда вроде больше пройти не могу, ладно, давайте вернемся туда, откуда я начал, начало, вот оно начало, но помимо начало, ничего здесь больше вроде как бы и не было, сюда мы не пройдем, может вот эти камешки, ну вроде как нет, хотя там вон синяя бронька даже лежит, но как, столько гудис, и все они вот и не на виду, и не взять, и не схватить, саперта, как сказал бы Калеб, и сюда, нет, любопытно то, что я только что хвалил вот эту вот идею автора, делать именно так, и именно из-за вот этого, из-за вот этого подхода, из-за вот этой системы, я и умудрился потеряться, конечно надо было уйти наверх, среди ипов, я не заметил этого, упустил этот поворот, но хорошо, что обошлось без клейки, удалось найти быстро, автору за это пассивно, а вот и синий, синий костюмчик мой, хотя наверное надо было логически подумать, если, если я не могу забраться к синему ключу, значит надо как-то бежать обойти, но видать, сегодня мою логику заменил логистикой, окей, неплохо, очень удачный уровень, очень хорошо выглядит, и несмотря на то, что он сделан, в общем, стиле всего, всего мегавада, достаточно похож на предыдущий уровень, который мы с вами уже видели здесь, пока что могу сказать, что он действительно выгодно выделяется, действительно отличается от всех прочих, даже вот взять уровень арчи предыдущий, который мы с вами играли, который был девятый, который как раз был тот самый разрушенный город, который я не помню как называется, ну совсем другой коленкор, согласитесь, несмотря на то, что здесь тоже все просто, все на таких обычных, в общем-то вещах, на стоковых текстурах, все это сделано, исполнено, но тем не менее, разница прямо ощутимо видна, за счет того, что используются какие-то, какие-то заходы, просто используются какие-то, какие-то интересные вещи, вот хотя бы обыгрыш вот этой вот истории с разрушенными зданиями, заваленными землей, очень удачно, потому что всякие вот каньоны, вот эти пещерные всякие истории, их конечно обыграть так удачно посложнее, потому что ну пещера есть пещера, каньоны есть каньоны, хотя у арчи это получилось, вспоминав вон ту дверь, полуоткрытую или полузакрытую, это прямо было очень удачно, вот этот Нил, я к своему неудовольствию могу заявить то, что я не знаю, что это за маппер, и других его карт никогда не видел, он не играл, еще впервые слышу про него, но должен сказать то, что маппер интересный, есть у него лайн-деф и в лайн-дефницах, как там говорилось, точнее были, учитывая, что это 2009 год, но очень интересно, интересно будет посмотреть, что он еще намапил, что он наваял, если вы знаете такого маппера, знаете откуда он, из какого клана, чем еще знаменит, какие вады еще собирал, какие мапы строил, то напишите в комментарии, мне будет очень интересно с этим ознакомиться, потому что мне реально нравится стиль, мне реально вот этот стиль прям заходит, ну как обычно бывает в таких ситуациях, я не думаю то, что это единственная удачная карта у маппера, поэтому наверняка есть еще, а мы хотят, хотят, смотрят, играт, вот это тоже хороший бой, жалко только, Манкубус на себя загрел, а он бы мне мог доставить здесь неудовольствие, и гляньте, сколько трупов здесь валяется, огромное количество, очевидно, то, что здесь действительно был обширный городской бой, думгайов с монстрами, очевидно, монстры победили, и это только лишь жалкие остатки, жалкие остатки монстров, которых я сейчас добиваю в своем вот этом походе, в своей вот этой зачистке города, а на самом-то деле монстров здесь было намного больше, странно, то, что это красная дверь, которая никак не отображается, что она красная, то есть, любопытно, так же думать с этой стороны, то, что городской бой здесь уже был, то есть, самое основное, самое ядреное здесь уже прошло, а мы просто зачищаем, вот это тоже интересный тейк, и редко, кто из мапперов, на самом деле, использует такое количество, уже заранее положенных трупов, разве что, кривиткозавр 3000 так делает, но вот здесь такое есть, и посмотрите, трупов реально много, я не убивал этих монстров, откуда тут зомби-мены с шутгонерами, не было их, и именно вот это и заставляет подумать о том, что кто-то уже до нас здесь постарался, ничего себе, сколько ревинантов, кстати, у меня есть еще и плазмоган, с половиной от максимального запаса патронов, и что-то я им, как обычно, манкирую, есть у меня такая проблема, и как же приятно играть наконец-то в уровень Hero's Tales, действительно большой, уже целых 13 минут длится этот уровень, это просто праздник какой-то, аттракцион неслыханной длительности карт для этого лада, поэтому хочется надеяться и верить, что следующие уровни тоже будут где-то вот примерно такой же длительности, потому что, ну хватит, первую треть лада мы точно с вами уже прошли, и хватит, хватит коротких уровней, к тому же, я напоминаю то, что этот ватт, мегаватт этот, был собран не исключительно одними спидмаппингами, о, вот это, вот это коварно, он ждал меня в этой нише, коварно, ловушка очень коварная, и любой игрок на нее 100% попадался, ты заходишь за синим шариком абсолютно уверенно в своей непобедимости, а хитрый барон засел здесь, ведь бой-то какой был, вот это одна из самых удачных реализаций Barone of Hell, из всех, что я видел в игре в принципе, ведь здесь имплементирована вся сила барона, как таковая, как есть, именно бои в очень близких, закрытых пространствах, помещениях, когда барон может выдержать огромное количество ударов, и при этом сам тебе напихать нехило, и вот здесь именно так и было, он снес мне добрую сотню здоровья, если бы не синий шарик, он бы убил меня, вот это вот, вот это вот не очень хорошо, кстати, два арчвайла, это вообще плохо, так, ну что ж, от этому уровню явно еще есть чем удивлять, очень интересно, очень интересно, я впечатлен, а где второй арчвайл, куда он делся, а, второй арчвайл тоже сдох каким-то способом, не знаю, неужели я его убил, что-то даже не заметил, очень хорошо по боевке здесь, очень хорошо, прям вообще душа моя радуется, какая офигенная была ловушка с бароном, я до сих пор, я аж за голову хватаюсь, насколько это хорошо было, насколько хорошая реализация монстра, потому что многие говорят, что барона это просто губки для пуль, но здесь барон был вот прям, прям, как нельзя лучше поставлен, хороший бой также был с арчвайлами, чем-то напоминает going down, там таких ситуаций, вот таких складских каких-то, с частым использованием арчвайлов, когда они могли тебя зажимать вот так в углах и безнаказанно жечь, было немало, тоже хорошо были поставлены арчвайлы, хороший был бой, арчвайлы и поревенанты, но барон это просто нечто, просто аплодисменты Нилу, это прям супер круто, арчвайл ударил меня всего на 4 хп, потому что я от него спрятался, 4, всего на 4, такой маленький урон от арчвайлы, это, ну все, сержант меня хэдшотнул, так что арчвайлу не пришлось пыжиться, тоже неплохо поставлены, кстати, вот тут арчвайл, вот тут накинул, патроны я все потратил, поэтому драться мне здесь будет очень тяжело, да, да, не ожидал я, что где-то после середины уровня, после его половины, а почему тогда-то он так мало мне дал, после половины уровня, после середины, начнется прям реально такой, такой ап, такой грейд в боевке, реально суровый, существенный, потому что пошло совсем другое дело, если до этого какие-то бои были, ну обычные, стандартные, классические такие, то здесь прям, в сторону интересного, хорошего, умелого хардкора именно сделано, в том плане, что здесь монстры действительно стоят хорошо, действительно классно поставлены, в кое-то веке нормально, недушно и интересно драться здесь, кстати, вот аптечка еще лежит, и оглянулся я посмотреть вот сюда, посмотреть какой, какой интересный вид, какое интересное зрелище, прямой вот этот длинный коридор, судя по всему, огражденный зданиями, кстати, вот это здание тоже интересно выглядит, абсолютно очевидно, что часть его была разрушена, скошена, и вот они кирпичи с него выпавшие, здесь валяются, а это здание уцелело, и длинный, длинный прямой коридор, за которым еще более длинный и прямой, посмотрите, вон там еще вдали, как далеко все просматривается, и хотелось бы сбегать и туда, но нельзя, засыпано муд, короче, очень круто, впечатляющий вижон, вот это тоже клево, маленькие огонечки горят вокруг опаленного, опять же, дерева, очень глубоко посаженят эти бочки, но огонечки все равно видны маленькие, зачаровывает даже как-то такой вид, вот этого длинного коридора вдали, и скайбокса, который виднеется так же, классно, и трещина тоже стильный, не ромеровский, конечно, но тем не менее, и конечно же, вот эта гора трупов, смотришь вот на все на это, и как-то диву даешься, вот такая вот минутка эстетики какой-то, но в этом уровне этого немало, работа просто отличная, Нил, прям огромный молодец, прям, я не знаю, это чистый кайф этот уровень, очень, очень, очень хорошо, очень нравится, так вот, начинал я говорить о том, то что, этот мегаватт состоит не только из спидмаппингов, но еще и из уровней, которые были специально сделаны для того, чтобы наполнить этот мегаватт, то есть абсолютно очевидно, что здесь будут не только сплошь короткие уровни, но будут еще и вполне себе длинные и целостные, и вот их-то я как раз и жду, больше, чем самих спидмаппингов, потому что абсолютно очевидно, что по качеству они будут превосходить, да и просто будут как минимум дольше, можно будет подольше поиграть, насладиться, покайфовать, и просто хочется показать то, что этот мегаватт действительно стоящий, действительно здоровский, и хорошие уровни в нем есть, и дофига, потому что как оказалось, когда я начал проходить этот мегаватт, Оказалось то, что многие люди о ним просто даже не слышали. Для кого-то он стал прям откровением, стал какой-то новинкой. Что за хиростейлс? Откуда он взялся? Да еще и по TNT. Вот, поэтому хотелось бы показать людям, что здесь действительно есть прям особо офигенный уровень. И знаете, я делаю это прямо сейчас. Этот Нил, это просто, просто кудесник. И куда парень пропал? Да ему бы в контесте участвовать. Вот это было бы, да, вот это было бы очень-очень серьезно. Потому что, ух, как хорошо здесь все сделано. Ух, как хорошо намаплено. Вот это что за интересная штука? Что это? У меня даже пока нет идеи. Вероятно, это холмать, мне там сверху ищет барон тоже. Вероятно, это какой-то остаток космического челнока какого-то. И прикольно, что он просто стоит здесь погруженный в этот ангар. Ничего там нет, никакой кудес там не лежит, никакой не ключ, не кнопка. Но это просто для дизайна. Причем серьезный элемент дизайна. Подмороченный. Это вам не факел в нише пещерный, а целый какой-то вот такой заход, заставляющий игрока остановиться, спуститься и задуматься. Не несущий в себе ничего, кроме вот такого элемента дизайна. Нифига себе, товарищ Нил, какие у вас элементы дизайна. Как вы мажете широкими мозгами. Вот это элемент дизайна, вот это дизайн. Нет, слушайте, очень круто. Я просто в восторге с этого уровня. Очень хорошо. По всем фронтам хорошо. Начиная еще с того барона, который, который как будто явил собой, как будто ознаменовал начало чего-то реально крутого в этом уровне. Хотя он и с самого начала был крутой, но поначалу казался как, ну, умеренной крутости, но теперь это просто имба какая-то. Это пока что, по моему скромному мнению, возможно, даже ложному, пока что самый интересный уровень и все, которые мы здесь видели. Смотрите-ка, опять барона с арчвеллами. Здесь, видимо, Нил хочет, чтобы я покатался на лифте. Что ж, мы это можем устроить. Тоже, кстати, не то чтобы распространенная такая фишка в плане боя. Я здесь реально обязан кататься на лифте, реально вынужден. Потому что по-другому я никак не могу пройти. Очень, кстати, пока что непонятно, как мне это реализовывать. Барона ведь не дадут мне присочиться, кроме рокета у меня ничего нет. Ох. Арчвелла оттуда мне не выковырить, а баронов он будет воскрешать. Постоянно. Что же мне здесь делать-то? Интересно, интересно. Вот так хорошо, давай, Арчвелл, выходи на передний план. Да, вот это будет бой. Мне реально нужно будет спускаться на лифте. Не сказать, что я в восторге от этого боя, но это тоже креативно. Это 100% креативно. Очень сильно напоминает тот самый уровень Незван Монстр, который меня раскалил до красна, просто взбесил до бела. По-моему, это был 12 уровень про Арчвелл, какая-то там Фэктори. Где нужно было примерно подобным образом играть с лифтом, только там были Арчвеллы, разумеется. Это немножко другая совсем проблема была. И ведь я не могу выпустить их отсюда никак. Они не хотят заходить на лифт, кажется, там стоит блокиратор пути, поэтому... Я попробовал, я отошел в сторону, я подумал, что барон приедет на лифте однажды. Кажется, что нет. Хотя, наверное, так оно и надо делать, потому что иначе пока что я не знаю, а что еще? Давай, барон, приезжай. Но, по-моему, не получилось у меня, я уже попытался. Да нет, приехал, приехал, нормально. То есть фишка в том, чтобы порционно их разбирать. Хотя однажды приедет Арчвелл. Так, вот тут мне надо попробовать с Рокетом. Однажды приедет Арчвелл и начнет здесь творить гадости. Прикольно, барон прилег на стульчик. Никто не приехал. Никто не откликнулся на ваш зов? Ну что ж такое-то, ребята, друзья мои, Арчвелл, барон, аребинанты, кто-нибудь, приезжайте. Или я слишком быстро распускал лифт и не должен успевать сообразить? Да, кажется, так оно и есть. Либо там так и распогодилось, хотя я убил всего двух монстров. Так, барон, давай заходи. Ура, барон приехал. Ой. Да, некрасиво получилось. Пусто. Это все равно, что, знаете, заглянуть под елку с подарками, под которые какой-то шутник положил половину подарков пустых, то есть просто подарочные упаковки из какой-нибудь Икеи или из ленты. И каждый раз, когда приезжает лифт, я с детским вот этим вот любопытством смотрю на него и думаю, приехал, приехал ли барон? Но барон не приехал. И не приехал. Такая вот печальная юдоль. Ладно, четырех пэд, конечно, не заявка на победу. Еще барон, да сколько? Я думал, уже только Аршал остался. Эх, аж грустно стало. Обидно вот так вот открывать подарочки, в которых ничего нет. А, так Аршвал даже не проснулся. Не дал уехать мне Аршвал. Но я не знаю, кто бы стал так делать, разве что совсем жестокий какой-то невменяемый тролль. Хотя всякие бывают долбанутые родители, на самом-то деле. Я тут недавно увидел видео в интернете, где какой-то недородитель, вону-би блогер, бросает четырехмесячного ребенка в сугроб и снимает это на видео. Это просто ужас какой-то. Это просто, просто невероятно, невероятно плохо. Невероятная злость просто хватает, когда видишь такую фигню. И знаете, как говорят, хороший человек не профессия. Но справедливо и то, что хорошие родители, это тоже не профессия. И в зависимости от того, что родители бывают плохими, даже сами того не желая и не понимая. А просто творя фигню, творя дичь. Зачастую молодые родители, разумеется. Поэтому, если вы молод, и у вас уже есть семья, у вас там есть жена, или муж, или вону-би жена, вону-би муж, то подумайте о том, стоит ли заводить детей рано. Потому что есть вероятно, что вы сами еще дети, и вы просто не готовы к тому, чтобы завести ребенка. И это очень большая и глубокая мысль на самом деле, потому что вы можете просто... Ну не то, чтобы прям просрать ребенка, но можете испортить ребенку жизнь. Или сделать что-то непоправимое. Просто из-за своей глупости, или из-за своего непонимания, или неумения делать так, как надо. Жестокое вот это место с этим лифтом, сколько я уже времени на него потратил. Жестокое, жестокое место. Не знаю, хотел ли этого Нил, чтобы оно таким жестоким было. Не знаю. Но место реально прям коварное, но вместе с тем и козырное. Мне доставило драться здесь, потому что, опять же, боевая ситуация... Крайне нетипичная, на мой взгляд. И вот, кроме того, 12 уровня из One Monster, я даже не припоминаю, когда такое издевательство еще было реализовано. Но в целом неплохо. В целом, опять же, я говорю, это неплохо. Но мне это не вызвало ни удовольствия, хотя могло бы. Хотя могло бы. Если бы там было бы побольше арчвайлов, или побольше монстров в целом, то я бы подзадушился. Вот еще буквально пара монстров была бы там сверху у лифта, я бы реально подзадушился. Я бы сказал, ну все, вот это уже дерьмо. А так, по ощущениям, чуть-чуть больше, чем нужно, но в целом окей. И чем-то мне этот уровень стал достаточно... Ох, да ну! Два арчвайла, да ладно, как? Чем-то этот уровень начал мне достаточно сильно напоминать Хеллбаунд. А, здесь еще пентаграмма на полу нарисована. Ну что ж, очевидно, броня не для меня. Посмотрите, какая огромная лужа крови. И кто-то, видимо, ее продлил своими следами. Либо здесь стоял Чинганер, который думал об этом трупе, который висит. Знаете, как в комиксах рисуют облачка для мыслей? Вот эта пентаграмма реально крутая. Смотрите, какая тонкая, какая изящная, какая стильная. Как круто нарисовано. Давайте попробуем объегорить маппера. Вот так сделать. Думаю, что у нас с вами это удалось. Хотя арчвалов еще по типу Егоре. Они тебе навоскрешают столько, что не вывести будет. Никаких патронов не хватит. Если, конечно, арчвал не глупыш, который прямо к тебе в объятия стремится. Примерно как вот этот. И все получилось нормально. Чуть-чуть егорнули мы маппера, выбежали из комнаты. Но это скорее тактика была, нежели чем какой-то эксплойт или абьюз. Поэтому ок. Мне бы вот хпшечку давно не было аптеченьки никакой завалящей. В общем, я бы от синего шаричка не отказался. Вообще было бы офигенно. Ох, сколько там еще монстров. Ну надо же. Будут ли среди них снайпера? Да, будут. Хороший уровень. Видимо, теперь нам снова предоставит городской бой. Только теперь с позиции крыши. С позиции высоты. Привет, Ромеро. Джон Ромеро. О, окей. А-а-а, Сержант. А где аптечка-то? Будет ли аптечка или нет? Неужели я собрал их все? По-моему, да. Орех на трон там вообще себя чувствует просто офигенно. Ну что, даже одной аптечки не осталось. Я уже даже забыл, что я бывал здесь. Это было так давно. Действительно большой уровень. Реально большой. И, наверное, не в последнюю очередь, потому что он большой, мне как раз-таки вспоминается Хеллбаунд. Вот Хеллбаунд практически весь состоит из городских уровней. И, как нетрудно догадаться, они все большие. Они все длинные. Они намеренно такие здоровые. Такие растянутые. Такие вот прямо на поиграть подольше. И вот этот уровень вполне бы мог войти в состав Хеллбаунда. Вот вообще как нифиг делать. Причем каким-нибудь уровнем, не то чтобы последним, а каким-нибудь уровнем, я не знаю, шестым? Восьмым? Ну или что-то около того. Вообще спокойно. Ну вот на аптечку что-то Нил положил, потому что давно я уже бегаю с четырьмя ХП. Какой демон откуда-то вылетел? Из-за леса, из-за гор? Показался как-то демон. Ну окей. Опасно бить его здесь с Рокет Лауншера, потому что он может улететь, но вроде получилось хорошо. Так бы он мог улететь вообще в дальние дали, там пытаться мансить от ракеты дальше, не дождался бы я его, и ушли бы мы отсюда без стопроцентного киллкаунтера. Что-то написано на полу. Кто-то оставил заметочку. Возможно, это этот Рёва. Так, что здесь у нас? Икс, 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 икс. Пять иксов? Ну, знаю только три. А здесь, ааа, здесь Смайлик подмигивающий. Мы совсем недавно с вами смотрели уровень из контеста, но то был вообще никакого отношения к Хиро Стейлсу он не имел. То был Мартини 1179, у него был Смайлик иксд написан на полу. Здесь Смайлик, точка запятой и скобочка, то есть подмигивающий. И опять же иксы, они что, сговорились? Странное совпадение. Опять, уже буквально за два или три соседних видео мы видим Смайлики, нарисованные на полу. Интересно, интересно. Вот это реально совпадение. Куча зомби-менов среди ящиков на складе. Вот это довольно классическая штука. Очень по-перводумски. Правда, ипов малость не хватает. Все-таки, если даже вспоминать Е2М2, то... То больше было ипов. Среди партии ящиков зомби-мена это уже как-то малость от себя тинга. Нет, зомби-мены там тоже были. О, а вот и он. Но ипов было большинство. Поэтому у меня с ящиками больше все-таки ипы ассоциируются, нежели чем зомби-мены. Но так тоже неплохо. Чуть не дали мне по затылку. Подошел буквально из-за угла этот ревенант. Реально, как заправский гопник. И кажется то, что конец уровня где-то вот он рядышком. Потому что слишком уж много зомби-менов здесь было в конце. О, тяжелая пошла. Тяжелая часть. Знаете, это как будто мап 0.7, только с удобной позиции для игрока. Куча манкубусов, которых легко расстрелять из укрытия, которые манкубусы преодолеть не могут. Полная противоположность классической мап 0.7, где игрок уязвим, а манкубусы его лупят с удобных для них позиций. Вот это прям отомстили за все мап 0.7 и их трибюты. Прям отыграли сполна. Ну что ж, мудран. Это был он. Хороший, хороший уровень. Вот прям ух. Ух, ух, прям ух. Офигеть. Молодец, Нил. Жму руку. Жму ногу. Кто-то предлагал в комментариях вариант жму горло, но это было под уровнем Атромера. Под Сигилом 2. Горло Нилу я не жму. Жму ему все, что можно жать, то, что нужно жать, в знак уважения и признательности. Очень мне понравился этот уровень. И, наконец-то, он был долгим. Наконец-то мы поиграли, посидели. Слушайте, я прям откинулся на спинку стула и сижу с таким удовольствием, вспоминая интересные бои этого уровня, вспоминая интересный дизайн, интересные локации. Уровень хорош буквально всем. Мне вообще прикопаться в нем не к чему. Да, чуть-чуть, может, поддушил бой с лифтом, но он балансировал на грани. Вот еще бы чуть-чуть и задушил бы. Но окей, был нормальным. И следующий будет от Shadow Mena, The Source, с музыкой и с херетикой. И, смотрите-ка, 396 монстров. И очень-очень интригующее начало снова. В каком-то доме. Слушайте, вот тут вот Hero Stales, наконец-то, судя по всему, начнет себя показывать. Ох, как я этому рад. Ох, как маленькие вот эти спидмаппинги подзатушили. И теперь, наконец-то, пошла игра. Круто, друзья мои. Но это будет в следующий раз. Ух, пишите обязательно комментарии, потому что здесь есть, что комментировать уровень реально. Просто космос. Ссылка на плейлист Hero Stales в описании под этим видео. Также там ссылка на дискорд-канал, он и телеграм-канал. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих уровнях. Пока.